Привет, это Дмитрий. Я вам давно не писал и не записывал никакие видео, но сейчас немножко изменится все. Интересные были последние 4 месяца с момента появления дочки. Много чего изменилось, в том числе и факт того, что мы скорее всего переезжать будем в Плафтон с пулера, с саванны, где мы сейчас живем. Вот, и тоже хотелось сказать пару слов по поводу всего процесса покупки дома и всего остального. Это все очень интересно, очень увлекательно, очень волнительно, вот, но и свои есть подводные камни. В нашем случае мы нашли neighborhood, в котором дома строятся под заказ, и мы выбрали свою модель, выбрали, какую мы хотим облицовку, и нам сказали прийти через пару недель там, и мы выберем все, что внутри, все внутренности дома. Мы пришли через пару недель, выбрали внутренности дома, и потом 3 недели назад, вернее, недели назад мы решили пойти еще раз через дом, посмотреть, что мы хотим добавить, потому что мы передумали кое-какие вещи добавлять, кое-какие думали добавить, как раз, потому что мы все-таки строим дом не на 1 год, не на 2, а на пару десятков лет. Вот, прошлись по дому еще раз по модели, выбрали, написали нашему билдеру, нашему строителю, и они нам выдают Perl, сказали, что из-за того, что мы наносим изменения, теперь нужно будет платить 250 долларов штрафа за каждое изменение, к стоимости тех изменений, то есть мы хотим перила, допустим, на проход на второй этаж, а не просто стену, и перила стоит 1900 долларов, плюс 250 долларов штрафа за то, что мы меняем планы. Хотя самое смешное, что дом еще не построен, все, что они сделали, это подвели коммуникации к нему и залили бетон, все. Ни стен нет, ничего, но они уже чардживают, они уже штрафуют за то, что мы передумали, хотя дом, сами стены не будут строиться еще в ближайшие месяца полтора. То есть вообще нет никакой обоснованности для того, чтобы менять, нельзя было поменять что-то, что по сути будет в самом конце ставиться. Ну ладно, в общем, мы с ними немножко подцапались по этому поводу, потому что все эти выборы всех компонентов дома нам дали час, в субботу утром дали час на это дело, сидела женщина, она ни каталог не показала, какие вещи, какие опции в доме, ничего. Она просто сказала, ну что вы хотите, а мы первый раз в жизни строим дом, ну что мы думаете, знаем все, что мы хотим в том доме, что ли? Покажи нам каталки, мы скажем, да, нет, нет, да. В итоге, короче, через час мы все выбрали, и сейчас они нас хотят 250 долларов за каждое изменение дергать. А это мы хотим 5 вещей изменить, это в штрафах, только в штрафах 1250 долларов, ну стоимость из изменений. Я сказал, я вам 1250 долларов платить просто так не буду, потому что нет никакой реальности. Если вы не пойдете на уступки со мной, то я просто расторгну контракт и начну искать дом, в который я въеду. Дело в том, что когда мы подписали договор на постройку дома, мы подписали его с условием, что наш дом продастся, и как только наш дом продается, они начинают строить новый. Но они взяли и рискнули, и мы еще не продали наш дом официально, мы еще ключи не передали от дома, но они рискнули и начали строить уже. То есть это был их риск осознанный, они это сами сделали, мы в этом не берем ответственность на себя за это. То есть по условиям контракта, если они начали строить до того, как мы отпустили, дали добро строить, то, что мы продали дом, на нас нет никакой ответственности, если мы развернемся сейчас, забудем про эти тысячи долларов, которые мы внесли в сноса, и развернемся, и будем искать руками другой дом. Мы даже не тысячу внесли, мы внесли всего 500 долларов. Вот. Дело в том, что постройка дома занимает 4 месяца, и нам, получается, нужно будет 3 месяца где-то арендовать апартмент. Это с ребенком, двумя собаками, там столько этих всяких разных фи и всего остального, что мы так посмотрели, и если они нас еще будут чаржить 1250, чтобы изменить эти вещи, мы так им сказали, что если вы будете нас обучать, если вы не сбросите эти штрафы, то мы развернемся и найдем дом, в котором мы въедем 30 марта, который уже построен, и в котором будет все, что нам нужно, и все. И вы потеряете 200 тысяч, или сколько там дом тут стоил, я говорю, вы потеряете стоимость дома, говорю, на том, что вы построите дом, потому что он уже начнет строиться. А въехать в него никому не будет, потому что мы развернулись и взяли другой дом. Это вы выбираете либо 1250 долларов, которые вы потеряете, либо 200 с чем-то тысяч, которые дом строит. Это ваш выбор. Пока они молчат, пока сказала она, я спрошу своего босса, я спрошу своего босса, строителя, и мы вам скажем. Ну, вот это было три дня назад, поэтому сегодня мы едем смотреть дома, которые уже построены, в которые мы просто можем развернуться и въехать. Мы ключи от нашего дома отдаем 30 марта, 31 марта, поэтому мы будем смотреть дома, на которые мы можем въехать, в принципе, за пару дней до 30 марта. Посмотрим, как все выйдет, интересно будет, но это уже дело в принципе. Если они хотят тупо наживиться 1250 долларов в штрафах ни за что, то я это просто так не пропускать не буду, потому что это идет в мой лоун, в мой крит, который я беру на этот дом. И эти 1250 долларов, которые я им отдаю, это просто-напросто, это деньги ни за что. Вот и все. А там менять им ничего не нужно. Они еще не сказали половину материала для постройки дома, так что ничего такого сильного менять им не придется в постройке дома. Ну, в общем, такие вот вещи, так интересно все это происходит. Не знаю, что еще вам сказать. Дом это весело, дом это интересно, но такая головная обходность не представлять надо. Это если попадется хороший покупатель, а если плохие покупатели или придирчивые у нас, то это будет каждый день веселой историей. Вот. Ну, это так, о доме. А еще интересная вещь про таксы и владение местным своим бизнесом в Соединенных Штатах. В прошлом году, вернее, в сентябре 2013 года, я зарегистрировал компанию с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью. То есть OOO. Limited Liability Company на английском. Вот. И дело в том, что я работаю с тестем. У него компания по производству, по написанию софта, а я ему помогаю с Customer Service. То есть звонки, troubleshooting, по сути, просто как техподдержка, в общем. И я основал свою компанию, чтобы делать это, в принципе, вполне официально, чтобы потихонечку все это в таксы платить и все остальное таксы на налоги. Вот. Одна из моих самых больших ошибок была в том, чтобы основать это как OOO, как Limited Liability Company. Мне надо было просто-напросто переквалифицировать это все на свое имя, как работающий сам на себя. Потому что из-за того, что я сделал это Limited Liability Company, налоги сумасшедшие здесь. Только налог, налог только за то, что я сам на себя работаю, 15 процентов. 14,9, что такое, 15,3, что-то в этом районе. А потом плюс налог с доходов еще. То есть, грубо говоря, в первые три месяца работы, когда я только основал компанию, с 6 тысяч дохода я должен был заплатить 1200 долларов налогов. То есть, это конкретная, конкретная обдираловка. В итоге я заплатил всего 200 долларов, потому что я списал кучу, кучу всяких вещей. Технику, которую я использую, мили на... Которую я езжу на машине для того, чтобы с клиентами встречаться и всякое такое. То есть, в этом плане хорошо мне получилось. Но, в общем, там доход... Таксы нереальные. Самое смешное, что доход на селф-эмплоймент, такс на селф-эмплоймент, 15,9 процентов, или 14,9 процентов, если ты зарабатываешь до 100 тысяч в год. Если ты зарабатываешь 103 и больше в год, тогда таксы будут 3,9 процентов. То есть, таксы снижаются на 12 процентов только сразу, как только ты зарабатываешь 100 тысяч в год. А это в среднем, сколько это? 10... 8, 9, 10 тысяч в месяц. Вот. Моментально таксы. И получается, если ты сравниваешь, допустим, если ты зарабатываешь 30 тысяч в год, и ты зарабатываешь 100 тысяч в год, ты платишь одинаковые налоги. Что 100 тысяч, что 30 тысяч. Это не имеет смысла. Казалось бы, если ты зарабатываешь меньше, ты должен меньше налогов платить. Но так получается, что те, кто больше зарабатывают, платят меньше налогов. Вот. Так что это для одних, это такая мотивация зарабатывать больше, а для других, это, конечно, которые не могут позволить себе больше клиентов. Это, конечно, такой фактор, который заставляет их передумать о том, что вообще, зачем им нужно было быть, ну, иметь свой бизнес. В общем, вот такие дела. Ну, и так сейчас tax season называется, налоговый сезон, когда все заполняют свои налоги и смотрят, если им, либо государство им возвращает налоги, которые они переплатили, либо государство забирает то, что ты недоплатил. В моем случае я плачу налоги, должен платить налоги каждые 3 месяца. Я должен сам, называется estimate my taxes, я должен сам прикидывать, сколько мне таксов нужно платить и оплачивать их в IRS, а потом они рассматривают в конце года, и если я переплатил, они возвращают, если я недоплатил, они скажут, что мне еще нужно платить. В общем, такие дела. Но я это делаю, я в этом году сделал, может быть, в следующем году будет по-другому, но в этом году я сделал, что я заплатил, буду платить одной большой суммой раз, вот, такси. Sorry, я пытаюсь понять, что там происходит, но трафик на 95-й. Вот, так что, вообще интересно, в России, я помню, когда был, жил в России, был подростком, была такая реклама, заплати налоги, спи спокойно. Здесь, здесь такого не бывает, в этом плане. Тут, тут, тут все знают, что, тут с налоговой никто не, не, не играет в игрушки, потому что даже вот в этом году сказали, что из-за сокращений в бюджете, физически проверять будет только один, меньше одного процента налоговых деклараций в этом году менее одного процента. Но все люди знают, что ты с этим не, не попрекал, с этим не, не играются, потому что, если тебя обвинят в налоговой, экс-фрауд называется, налоговый, если ты врешь на своих налоговых декларациях, то это конкретные, конкретные тюремные сроки, и сверху еще на это будет конкретно много надо будет платить штрафов. И от этого никто не, ни у кого нет иммунитета. Допустим, те же знаменитости, вот я сегодня утром видел, кто-то там из знаменитостей получил налоговую декларацию от IRS, на которой написано было, что они должны 6,5 миллионов долларов налогов, которые они недоплатили. И это знаменитости. Вот, так что в этом плане здесь никто не, ни у кого нет иммунитета от налогов. Вот, и чем ты больше, чем ты успешнее, тем больше вероятности того, что ты как бы будешь на их на радаре, и они будут проверять твои налоги. Вот, и допустим, в прошлом году был скандал, когда обнаружили, что с одного адреса подали 250 деклараций налоговых, по которым вернули людям почти полмиллиона долларов. И, естественно, что это все фальсификация, и половина этих людей вообще не имела права подавать налоги, потому что они нелегалы здесь были. Вот. И это получилось. И они арестовали тех, кого нашли, и там по 20-30 лет тюрьмы за такие дела. Так что в этом плане здесь не шутят. Вот. И даже если сказали в этом году, что меньше одного процента налогов, налоговые декларации будут проверять физически, люди все равно не будут и будут указывать что-то от балды, скажем так, чтобы просто получить какие-то деньги обратно. Потому что они знают, что если они что-то укажут в этом году неправильно, а в следующих годах будет все нормально, но в следующих годах будет кто-то проверять их, они могут идти 3-4 до 5 лет назад и тебя поймают и так конкретно всадят, что плохо не будет. Еще с процентами, что плохо выигрывали. Вот. И поэтому для тех, кто владеет компанией, корпорациям и так далее и тому подобное или общество с ограниченной ответственностью, тут есть такое правило, что ты сохраняешь все бумажки по 6 лет минимум. Чтобы если что-то случилось, и допустим налогового хочет смотреть твои декларации, они могли это сделать до 6 лет назад. То есть идти до 6-ти все бумажки и все. Вот. Поэтому здесь с этим очень строго. Вот. И интересно, конечно, совершенно по-другому. Но ты здесь, конечно, и видишь, что здесь делается на твои налоги. Может быть, не так, как хотелось бы, но ты видишь, что здесь и дороги лучше, и школы обновляются, строятся новые, и много чего. Допустим, налог в Сауд-Каролайне, в Южной Каролине налог, который ты плачешь на машину каждый год, он из него выходит, из этого налога платится, ты плачешь как бы школам, ремонт дорог, содержание содержание садки руководства и все остальное в Южно-Украинске и всех этих. Вот. А в Джорджии, допустим, ты когда платишь налог на машину, сори, там немножко другой вариант. Там в Джорджии ты платишь один большой налог, когда ты получаешь тарелки лицензионные, ну эти номера лицензионные, джорджиевские, ты получаешь, ты платишь один налог на огромную сумму, это в районе 6% от рыночной стоимости автомобиля на момент регистрации. Но потом в следующие года ты платишь всего-навсего 25 долларов за регистрацию, ты не плачешь ничего за машину. И эти 6%, которые ты платишь за машину, они почти всегда оплачивают в основном уходят на ремонт и поддержание дорог, дорожной системы в Джорджии. То есть, так как в Саут-Каролине ты оплачиваешь школу и все остальное этим налогом, в Джорджии ты плачиваешь только школу, только дороги, хайвей, шоссе и все, что связано с дорожным делом. Вот, так что интересные, интересные интересности. если какие-то вопросы еще будут, задавайте, может быть, как куплю дом, может быть, еще, конечно, что-нибудь поснимаю, как и зачем. Вот, ну а так, пока продолжаем жить, продолжаем бороться с системой. Вот, и если какие-то вопросы, задавайте, я постараюсь, конечно, побольше выходить с новыми видео. Всем спасибо, все свободны.